Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим небольшую инди-игрушку от команды NLB Project. Представитель попросил меня сделать обзор на данное произведение ихней команды. Спасибо, что предоставили мне ключик. Это визуальная новелла. По заверениям автора, более 60 вариантов концовок. Я еще не проходил ее для себя, но я обязательно это сделаю и поделюсь с вами первыми впечатлениями. Это первый запуск. Что ж, давайте смотреть. Так как команда попросила меня сделать данный обзор, проигнорировать я их просто не могу. Так, одеялом я тебя укрыл, светильник включил, теперь спи. А мама всегда рассказывала мне сказку на ночь. Один вечер можно и без истории. Вот завтра будет тебе и мама, и сказка. Нет, я так не засну. Захныкала девочка. Пожалуйста, прочитай мне. Почитай мне. Прошу прощения, я уже давно ничего не записывал. Надеюсь, не сильно нарушил вам эту атмосферу. Ладно, проворчал ей старший брат, присаживаясь на край кровати. Только не плачь. Какую сказку ты хочешь? Красную шапочку. Хорошо, слушай. А ты разве не возьмешь книжку? Она там, в шкафу, на нижней полке. Зачем? Я и так ее помню. Слушай. Это как раз таки Enchanted Edition, расширенное издание. По заверениям, опять же, представителя команды, в дополнение входит как раз таки текстовый квест. Надеюсь, эта история будет интересная. Жила была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее на свете и не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка повсюду ходила в своей новой, нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили. Вот, красная шапочка идет. Собралась как раз мама испечь пирожков. И призадумалась. С какой начинкой бы их испечь? Пусть шапочка поищет, с чем испечь пирожки. Так, в поисках начинки. Сначала украсить стол цветами. Отменить квест. Как-то раз мама затеяла великую готовку. Красная шапочка решила ей помочь. В поисках начинки. Хорошо. Сначала стоит украсить стол цветами. Огва. Пока мама готовила тесто, шапочка решила украсить обеденный стол цветами. Жилище красной шапочки ее матери. Небольшой... ...бревенчатый домик. С нехитрым убранством внутри. У стены стоит шкаф. В центре комнаты стол. Так, ну... Хорошо. Отпустим шкаф. Большой шкаф. Красная шапочка. Открыть шкаф. Шкаф с посудой. Здесь стоит красивая ваза. Шапочка взяла вазу. Хорошо. Сначала нужно осмотреть вазу. Чтобы сделать это, дважды нажмите на нее в инвентаре. Ну, хорошо. Ваза. Невысокая ваза с широким горлышком. Так, давайте-ка посмотрим на стол. Старый деревянный стол. Я думаю, вазу можно поставить на стол. В центре комнаты стол. Здесь стоит красивая ваза. Хорошо. Идем в сад. Красная шапочка вышла в сад. Слева росли плодовые деревья и кустарники. А справа находился колодец. С забором виднелся лес. В саду уже выросли красивые пионы. Давайте заберем пионы. Хорошо. Отлично. Красивые пионы. Вернемся в дом. Украсим. Стол. А, нет. Поставим пионы в вазу. Надо сначала наполнить вазу водой. Хорошо. Ну, я бы для этого взял, наверное, ведро. Но, судя по всему, тут больше ничего нет. Поэтому идем к колодцу. Веревка рядом ведром. Ведром. Берем ведром. Привязываем к веревке. Не работает. Хорошо. Берем веревку. Здесь колодец. Хорошо. Берем веревку. Берем ведром. Вот. Шапочка привязала веревку к ведру. Отлично. Ну, теперь отправляем это все дело в колодец. И набрала воды. Ведро с водой. Отлично. Сад. Нет. Все. Возвращаемся в дом. Наполняем вазу. Ставим пионы в воду. Так. Ну, из-за длинных стеблей цветы в ней не держатся. Шапочка хотела отломить стебли, но ей стало жалко. Для этой вазы нужно поискать другие цветы. Может, в лесу найдется что-нибудь подходящее. Ну, что ж. Давайте в таком случае отправимся в лес. Красная шапочка вышла в лес. Погода стояла чудесная. На опушке росли маленькие лесные цветочки. Отлично. В таком случае. Набрали цветов. Поставили вазу. Отлично. Завершить туториал. Тут что-то около 60. Даже я, кстати, сейчас проверю. 62 ачивмента. Эта игрушка мне наполнила SWORD BREAKER. Мечелом. Ну, та история переполнена динамикой. Это уж проект попроще. Но, если вы играли в SWORD BREAKER, и вы любители графических новелл, я думаю, это неплохое времяпрепровождение. Так, давайте приступим к делу, собственно. Мама стоит у кухонного стола и собирает все необходимое для готовки. Можно поговорить с мамой. А если то, что просит мама, уже найдено, можно уже отдать. Давайте поговорим. Хочу приготовить пирожки для бабушки. Принеси мне, пожалуйста, что-нибудь для начинки. Я воль. Идем в сад. Красная шапочка вышла в сад. Слева росли полевые плодовые деревья. Так, это я уже читал. Колодец. Вот оно ближе к контексту. Девочка прошла между смородиновых кустов, полюбовалась ярко-оранжевыми плодами. Распушенного неподалеку шиповника. И, наконец, приблизилась к яблоням. Их было всего три. Но урожая хватало. Еще и на продажу оставалось. Одна яблоня очень высокая, другая гораздо более приземнистая. С тонким стволом. Третья яблоня тоже невысокая. Как ее соседка, но зато с густой раскинутой кроной. Так, ну давай посмотрим на... Третью как раз таки. А, да. Подойти к яблоне. А ствол яблони уходит в пышную крону. Приглядываясь, шапочка заметила, что она усыпана яблоками. По дереву растет тыква. Хорошо, давайте соберем яблок. Так, ветка, на которой растет много яблок. Красная шапочка попыталась прыгнуть, чтобы сорвать яблоки. Но чуть-чуть не доставала. Давайте используем тыкву. Почему-то не получается. Ладно, ствол слишком толстый. Ну хорошо, вернемся назад. Попробуем вторую яблоню. Большая часть яблок на этом дереве находится на верхних ветках. Тонкий ствол. О, вот это то, что нужно. Девочка потрясла ствол и несколько яблок упала. Трава. В этой траве яблок не сыщешь. Да, не везет мне. Ну что ж, давайте отправляемся к последней. На ветвях этого старого дерева немного яблок, но они очень красивые и крупные. Толстый ствол теряется в кроне. Под яблони растет какая-то трава с широкими листьями. Что за трава? Никаких комментариев в ствол. Слишком гладкий, чтобы забраться на него. Черт. Ладно. Пойду-ка я в амбар. Мешки, полки со специями. Это мне вряд ли поможет. Сарай. Есть ведро, лестница, вилы, лопата. Возьмем лестницу. Отлично. В таком случае отправимся к высокой. Ну что ты, глупенькая. Так, ну хорошо, давайте подойдем туда к ней. Ну вот. Шапочка приставила лестницу к стволу. Толстый ствол. Так. Забравшись на лестницу, шапочка увидела ветку со спелыми яблоками. Крепкий сук. Под яблони растет какая-то трава с широкими листьями. Что это мне должно насторожить каким-то образом? Давайте попробуем яблоки. Вкусные яблоки. Но не во что их собирать. В руках много не унесешь. Так, ну я думаю, тогда стоит пойти в амбар, взять пустой мешок, вернуться в сад, к высокой яблоне. Попробуем набрать яблок в мешок. То есть, не подходит? Эти мешки подходят только для пищевых продуктов, но и то не для всех. То есть, не подходит? Обидно. Ну ладно. Так, не-не-не, мама. Мама, не надо. Я все сделаю. У меня все получится. Полки со специями. Так, ну ладно. Раз амбар не подходит. Пойдем в сарай. Есть ведро. Ну. Лопата, вилы. Смотреть полку. Лампа, зеркало, корзинка. Серб, зеркало. Лампа. Ну. Ну и хорошо. Ладно, буду собирать все, так как может пригодиться всякое. Опять же, подходим к яблоне. Я думаю, будем собирать все-таки в корзинку. Ты издеваешься. Ладно, корзинку повесим на сук. Отлично. Яблоки с первого дерева. Вкусные яблоки. Девочка быстро наполнила корзину ароматными фруктами. Так. Отлично. Теперь вернемся в сад. Я думаю, нужно с каждого дерева собрать. Густая трава. Срубить ее. Вроде бы не сильно пострадали от падения. Хорошо, что яблоня невысокая. Ну вот не во что собирать. Так, блин, корзинку. Надо просто отдать их маме. Ладно. Хорошо. Мама. Мама, держи яблоки. Чтобы отдать. Угу. Отдать. Молодец. Похвалила шапочку маму. А теперь принеси мне, пожалуйста, корицу. А вот тебе мешок для пряностей. Отлично. То есть, в принципе, только с одного дерева достаточно. Хорошо. Ну, я так понял, просто разные подходы. Так. В сад. В амбар. Полка со специями. Осмотреть полку. Ну, это просто. Так. Возвращаемся в дом. Да, молодец. Это корица. Так. Можно поговорить с мамой. Угу. Хорошо. Далее. Ну, теперь можно и печь пирожки. Отлично. Яблок в этом году уродилась тьма. Поэтому... Поэтому вопрос с начинкой решился очень быстро. Взял мать самую большую емкость, которую только смогла найти. И замесила в ней тесто. Затем вместе с красной шапочкой перечистила. И перерезала гору яблок. Простите, меня тут немного отвлекают. Налепили пирожков и пекли их два дня. Когда, наконец, все было готово, настало время решить, кому же нести гостинцы. Понесет мама, понесет шапочка. Надо по канону. Мама говорит... Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке. Отнеси ей пирожки. И горшочек масла. Узнай, как ее здоровье. Хорошо, мама. Окей. Взяли они большую корзину. Положили туда пирожков с горой. Набрала красная шапочка гостинца в полные руки. И потащилась к выходу. Поглядела мать, как тяжело идет дочь. И говорит... Что-то корзинка получилась тяжелая. Может... Отвалим немного? Ну, я думаю, да. Вложили они часть пирожков. И тогда девочка, наконец-то, отправилась к бабушке. Красная шапочка нормально несет легкую корзину. Солнышко светит, птички поют, белки снуют. В общем, все привычно. Настроение у шапки отличное. Даже несмотря на усталость, связанную с выпечкой пирожков. Смотрит она. На дорожке сидит красивая бабочка. Да хер с ней с бабочкой-то. Ёпта. Волк. И вдруг навстречу волк. Да, я тоже в шоке. Ну да ладно. Здравствуй, девочка. Ощущая свое полное превосходство, начал волк. Только без насилия. Я тебя прошу. Так. Здравствуйте, месье. Сказала красная шапочка, с любопытством разглядывая собеседника. Как тебя зовут? И куда ты идешь одна? Продолжал волк. И сделав акцент на слове «одна». Меня зовут Красная шапочка. Я иду к бабушке, несу ей пирожки и горшочек масла. У меня волк. И где живет твоя бабушка? Надо идти прямо по этой тропинке. Затем на развилке повернуть направо. У проваленного дерева налево. Там пойти ровно 20 шагов. Господи Иисусе, вот и описание. После чего взять направление на юг и восток. И через 30 шагов у большого муравейника направо. Блять. Господи. Я никогда не найду, если переживу встречу с волком. Ладно. Есть одна хитрость. Продолжим наш путь. Так. Только надо смотреть внимательно, чтобы были рыжие муравьи, а не черные. Как только доберетесь до трех сосен, не ели, сука. На пригорке налево. И прямо, прямо до опушки. Там уже и домик покажется. Наступило молчание. Волк переваривал информацию. О, господи. Чтобы перервать затянувшуюся паузу, красная шапочка продолжил. В общем, можно по короткой дороге, напрямую через лес. Но я боюсь там ходить. Так как совсем нет ориентиров. До свидания, девочка, сказал волк. Получив всю необходимую информацию, он решил немедленно отправиться к старушке. Ну, я бы использовал вилы на самом деле, чтобы его захерачить. Я могу это сделать. Потому что я бы херанул его вилами, и все бы закончилось. Ну, ладно. Волк побежал по короткой дороге к домику бабушки. Волк помчался по короткой дороге. Пробегая через лес, хищник заметил мне подалеку дровосеков. Сделать крюк. Отлично. Все-таки волк решил сделать крюк, не испытывать судьбу. Тем временем в своем домике на пушке старушка зверски... Зверски проголодалась. Захотелось ей соленых грибков. Вообще-то банка с грузьями хранилась в погребе. Но на столе стояла миска, в которой находилось несколько штук. Так. Бабка поленилась достать грибы из погреба и съела те, которые стояли... Я думаю, они уже испорчены. Полезть в погреб... Или сожрать эти. Ну, еш эти. Открыто достижение. Ну, я так и думал, что она отравилась. Папка помнила, что ела грузди из миски вчера или позавчера. Рисковать ей не хотелось, грибы могли испортиться. Но лезть в погреб не было, ну, совершенно никакого желания. Между тем, в животе заурчало. И старушка принялась поедать то, что было в миске. Волк тем временем подошел к домику на опушке. Постучал в дверь. Кто там раздался слабый голос? Это я, твоя внучка, красная шапочка. Прорепел волк как можно более высоким голосом. А-а-а... Дерни. Деточка, за веревочку. Дверь откроется. Оказавшись в домике, хищник без лишних разговоров. Проглотил бабушку, а затем надел ее ночную рубашку, очки. Ну, понятно. Замаскировался, сука. Долго ли, коротко ли добиралась красная шапочка до опушки? А, то есть все-таки путь не придется прокладывать. Хотя, я думаю, я бы там потерялся. Со стопроцентной вероятностью, скорее всего. Поднявшись на крыльцо, уже занесла руку, чтобы постучать, а к своему удивлению заметила, что дверь была не заперта. Войдя в дом, красная шапочка обнаружила в кровати мертвого волка в женской одежде и дурно пахнущую тухлыми грибами миску на столе. Бабки нигде не было. Достигнута концовка и разборчивость в еде. Неправильно ты рассказываешь. Да. Чудесно. Я так и думал, в принципе, что она отравится. Не по канону получилось. И по-андерсонски. Ой, господи. Это было прекрасное приключение. Что ж, дорогие друзья, ссылочка на игру будет в описании. Я думаю, я еще повеселюсь и по... Свордбрейкер я... Затер до дыр. Я там практически все ачивки выполнил. Тут же видно, что квесты написаны с душой. И вариантов развития событий, я так понял, довольно много. Ссылочку на игру я оставлю в описании. Хочу поблагодарить Сергея и команду NLB Project за то, что предоставили ключ к игре. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. До новых видео. Всем пока.